Друзья, приветствую! Игорь из Краснодара прислал образцы масла Adenol Gigalight MV 0530 Longlife вязкостью 5.30. Вот кратенькое такое описание из honda CR-V четвертого поколения двухлитровый. Значит используется преимущественно в городе 80 процентов это Краснодар. Ну и можно приступать. Сейчас создам эталон обновив спектр данного масла на ранее созданные болванки. Вот такая спектрограмма. Видно, что здесь есть эстеры. Сейчас я покажу, примерно оценю. Я думаю, что в районе трех процентов эстеров здесь. Далее посмотрим, что намерил прибор. Подкорректирую данные и можно будет уже проверять отработку. Так, смотрите, противоизносных присадок 81 процент относительно болванки. Масло энергосберегающее SP, C3. Поэтому здесь в общем-то ничего удивительного нет. Гликоль сейчас выставлю как 0. И прибор, смотрите, намерил значит щелочное 5.8. Но я думаю, с учетом того, что здесь около трех процентов эстеров, то я поставлю 6.5. Чуть занижено значение. И кислотное чуть завышено должно быть. Ну вот здесь я там засомневался, начал думать. Но в итоге остановился значит на цифре 1.7. Так, все сохраняю. Далее я там уже за кадром подправил лимиты и все остальные дела. И можно приступать к проверке отработки. Значит пробег автомобиля 168 тысяч километров, пробег на масле 5200. Как я уже сказал 80 процентов по городу с 11 с ноября 21 года по мае 22 года. Топливо лукойл 95. Так, и смотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 77 процентов. Нормально. Ну это атмосферный мотор. Обычно больше склонны к потреблению противоизноски. Турбированные. Здесь гликоля 0,3 процента. Не знаю. Нитрование по чуть-чуть нарастает. Сажи нет. В общем-то процесс сгорания, на мой взгляд, хорошо организован. Так, и смотрите, 2,61 кислотное и 3,4 щелочное. В общем-то запас по маслу по помоющим нейтрализующим свойствам еще есть, но небольшой. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью. Вязкость, по идее, должна быть снизиться, разжижиться масло должно. Все-таки это преимущественно городская езда. И сейчас посмотрим. Так, закладываю свежую отработку. Здесь вот вопрос по гликолю. Непонятно. Ну, не так много его, в общем-то, да и вода не на высоком таком прям уж уровне, учитывая город. Так, смотрите. Есть разжижение, но совершенно небольшое. Я оценил его в 17 процентов от максимального уровня. То есть абсолютно нормально. Даже, я бы сказал, небольшое. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вот такой прогноз ресурса. К сожалению, моточасов нет, средней скорости нет, поэтому приходится опираться на километраж данного масла. В данном автомобиле при этих условиях хватило бы на 6200 километров моющие нейтрализующие свойства. Да, немножко здесь напутал. Видите, красным цветом выделил не ту строку. Надо было 6100. Ну, чуть более 6000 километров. Что я подумал, значит, кислотная выросла на 0,91 единицы. Обычно это в районе, ну, там, у разных автомобилей по-разному, это где-то в районе 200 моточасов. Поэтому я думаю, что здесь не менее 200 моточасов. Средняя скорость 26, хотя, скорее всего, она и еще ниже. Вот, если опираться на эти данные, то получается прогноз примерно 240. Это если 26 моточасов. Ну так, моточасов. 26 километров в час, простите. Ну, я думаю, что, в принципе, масло, ну, наверное, 250, чуть больше. Вот так. Но это ориентировочно, сложно сказать, не имея средней скорости или моточасов, ориентироваться по прогнозу. Ну, вот, по крайней мере, достаточно такое облегченное масло. Думайте, сами, 6100 километров. Ну, в нынешних условиях не совсем актуально. Масло импортное стало дорогое. На такие интервалы, в общем-то, может быть, и не имеет целесообразности заливать. Проще использовать отечественные аналоги. Даже на укороченные интервалы все равно будет выгоднее и полезнее для моторов. Значит, вот такой получился тест. Благодарю Игоря за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.